продолжаем наши уроки по нормальной терапии значит соответственно вот мы берем его сначала расшатываем тоже во все стороны везде изначально должен быть прямой угол здесь 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 захват вот такой но по очереди и толкаем корпусом на него так чтобы голень была перпендикулярно позвоночнику параллельно столу перпендикулярно позвоночнику параллельно столу да теперь обхватываем и толкаем в обратную сторону как себя обживот но при этом мышцы от таза до который сюда идут поэтому все и поднимающий бедро там есть и подвздошную мышц поясничной мышцы нацениваем на себя вот мы как бы в разные стороны растягиваем несколько раз попружили сюда попружили несколько раз сюда а насколько внешне до сюда они даже могут здесь хрустнуть с вами сухожилия здесь хрустят насколько поворачивать насколько идет поворот насколько тянет человек ну в данном случае ну примерно 45 градусов получилось насколько у кого какая гибкость потянули потянули и теперь у наших как у нашего колена кроме суставных вот этих хрящиков да есть еще два мениска латеральный мениска идеальный мениска они такие расколообразные иногда могут переслаблены связку выбирать наружу значит вставляем их вовнутрь берем ищем где находится сгиб вставляем сюда палец посильнее и толкнули ногу туда как рычаг руку на себя и здесь тоже нащупали где сгиб поставили большой палец натянули дошли до максимума и обратную сторону а вот говорили про полотенце это же шея нелогично было полотенце и потом уже ноги переходить и так вот со стороны просто шеи наши сейчас тоже немножко вдохнуть побольше вот у ребят сделаем делаем сегодня нет я к тому что просто как-то еще болит я поэтому так разделил тренинг почти каждый день делаем шею но не все приемы в один день иначе будет перебор я уже боюсь научить вопросы снялся вопрос финансы давай паузу попробовать перец в чашечку растереть до тепла типа чтобы министром ничего нет ну да просто передать тепло на и после этого начинать делать прием за кость желательно дали за мясо ты берешь за поисков коренка эту руку ставим натяжку в бедренную кость и со сгибом так с натяжкой вот сюда и вот сюда то мы сначала хорошо там тренируем колено как бы вовнутрь и вот сюда 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 потренировали колено теперь держим здесь за кость и здесь за кость уже хватает сюда и в разной стороны руки идут это внутрь это наружу на упрямление скульптура на страницу да и вне нервана и обратно и обратно тоже и третье чашечку станет чашечку я перехватил сюда лишь быстро и на самом деле получается быстро вот потянули потянули а еще нюанс я локтем упираюсь в пятку и пятка помогаю движению вот движение видите на скучную я еще помогаю пяткой сюда сюда и сам прием раз и два три я попробовал попробовал да ну я да да ты же научиться так и опять везде по 90 градусов у нас да еще один прием на расширение сустава да это просто кистообразно плывет нога подбежали чтобы расслаблено под своим весом подставляем руку и это как прием в борьбе болевой если вот так в широкой части поставить будет больно поэтому ставьте вот эта часть ладошкой ну зависит размер руки и резко на свою круче вставлять так что вот сюда руку можно поставить вот так например или также на самом деле это я долго все объясняю да и показываю куда-то поставить руку прицеливаюсь а по сути делается все просто и быстро вот например и колено и бедро и стопа сразу вот расшатая ногу по счету расслабление упор в плесневые кости это мы пускай ногу пускай вот в сторону вот в сторону плюхнули ногу чтобы расслаблено было колено сюда бедро руку подставили бедро сюда ну дальше там и стопу дернули и так далее пальцем не хочу долго показывать то есть все достаточно быстро делается буквально за 5 минут еще можно пружинить соответственно чашечку латерально медиально вверх пружинили вниз я попружинили и вот ставим так пять пальцев и прожимаем эти точки они как раз совпадаются акупунктурными точками и вместо крепления сухожилия к чашечке подходит сверху и в эту сторону снизу подходит помассировали растерли его внутрь наружу и самую чашечку чик далее колено же она вытягивается когда вот так дергаем человека она тоже дергается и когда за ногу мы дергаем вот вы спрашивали в чем отличие дергания вытерпели бедра когда мы дергали вот так вот да у нас была цель дергаться именно бедро если мы держим за стопу тут дергается на самом деле все и здесь суставы и здесь суставы и тазоведерный сустав и даже еще и до поясницы дойдет то есть такое хресткое движение другое подкинули ногу как как петля вот такая и на себя стопу наружу то же самое стопу внутрь то же самое то есть три положения раз два три опять желательно дергать все-таки немножко под углом под 45 градусов чтобы до бедра досталось если мы хотим дергнуть не колено и не бедро а только допустим вот таранную кость отделиться от лодыжки таранная кость находится между лодыжкой и пяткой посередине вот это упираемся в этот свод ладонями обоими а здесь в пальцы вашими пальцами в его плюсную кость и движение получается такой как на курок нажимаем и толкаем ровно горизонтально получается на себя на себя но это просто было теперь про колено колено с другой стороны переворачиваясь на живот меня это было просто поинг про колено я имею ввиду чтобы исключить колено я имею ввиду 8-6 штук еще на два колена так с этой стороны нам на колено надо тоже растянуть сначала максимально мы ставим как бы распорку на свои руки мягко в мышц набираемся в бедерной части и гранужной части и в свою руку хожу вот вытягиваем колено своей рукой помогая его расширить расширяем расширяем вытягиваем тягиваем с вращением в разные стороны так сухожили плотно взяли и в разные стороны по диагонали так покрутили пятка ходят подковообразно вот так сюда сюда даже с поворотом нужно было расчет пятку или вот так подержать чтобы пятка разворачивалась покрутили можно перед своим коленом взяться за голень и попружинить вот так вот вытаскивая как бы колено вытягивая его потянули потянули и сам прием упираемся в сгиб колено да вот это косточкой и у нас прямая рука как стрела от локтя до вот это кости стоит примерно по 45 градусов и она не сгибается ни сюда ни сюда никуда не загибается да именно прямую поставили так прямая и остается и натягиваем на свою руку после это рука прицелилась а вот это за голень берем натягиваем натягиваем амплитуду увеличиваем и с большой амплитудой друг на друга работают две руки раз и толкнули еще голень толкали чуть-чуть вперед ну это да это мы толкнули колено а теперь перевели руку сюда на крючную кость здесь повыше и саму стопу отрабатываем друг на друге давайте наскать ладно скажите будет меньше значит когда мы цели на коленку да мы руки держались на за голень когда нам нужно на стопу перейти да тут много мелких косточек хватаемся за пятку и за верхнюю стопу меня тянули за стоп и вот вытягиваем так это он за стопу а он заводит мы только что это делали да 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 меня за стопу тянули они делали моё он делал потому что он знает алиэль и олик так делал мне вытягивали стопы зачем сейчас спорят слушайте лучше видео идёт вы для видео спорите для кого вы спорите миллион увидит я взялись вот так вот попружинили потом сейчас на стопу разрабатывать в чем дело все косточки надо расшатать если тут мы пробивали вот так вот да мы же подготавливали перейдем как сделать прием мы подготавливаемся подергали вверх это раз второе покрутили по спирали сюда сюда далее захватили за пятку и стопу одним одну ладонью с жесткой фиксацией здесь за боли относительно больные расшатываем быстро в эту сторону и в эту сторону теперь за саму за сами связки захватили также как расшатали теперь пятку относительно стопы захватили близко и расшатали относительно стопы в эту сторону и в эту сторону здесь как правило можно на скелете посмотреть немножко давай сюда получается с наружной стороны два сустава между ними примерно расстояние два пальца с этой стороны получается у нас три сустава раз-два-три между ними стояние через каждые два пальца берем примерно Григорий, ты что не запомнишь? вот первый сустав получается второй, третий раз-два-три вот так в них и целимся 덕ен Theatre на растопили на два пальца, и расшатали здесь на растопили на два пальца, и расшатали здесь и теперь получается здесь два сустава, мы можем поправить в эту сторону, упираемся основанием гипотенера, если правильно говорить, вот прям в этот сустав, плотно впадем как бутерброд всю стопу, натянули, до предела дошли и крутанули всем корпусом. Отступили два пальца, следующий сустав, вот прям в этом месте и щелкнул, слышали? Важный дифференцированный подход Олега Гуана, нашего просвещенного пророка. Теперь с этой стороны перехватываем руки вот сюда, тут сначала вот прям под сгибом, также плотно захватили, натянули и крутанули, отступили чуть-чуть, натянули и крутанули, отступили, натянули и крутанули. Класс, вот это класс, да? Это плюс. То есть без разбора какая где косточка, да, вот они все там и прохрустили. Далее, пятка относительно стопы. Берем, фиксируем пятку, плотно вот так вот, и стопу, пятку на себя, стопу вовнутрь. Раз, видите? Да? Да, тоже, тоже шелкнул, да? Угу. Теперь пятку в другую сторону, вот туда. Голос спорить, начинаете, не стопу, все, меня надо слушать. Видишь, в разной стороны. Туда крутона. Теперь берем таранную кость, которая между пяткой и вот этим находится, вот там вот внутри, да? Как как бы одеваем, покажу. Как бы вот за пятку берем, за стопу берем другой рукой, да? Поднимаем и как калош одеваем вот так вот вперед, вовнутрь и наружу. Тоже хрустыши, да? Ну, пятку таранную отделяем, да, сейчас? Да, отделяем пятку и таранную кость, и как бы их вот одеваем вот так вот обратно. То есть подняли и одели, да. Теперь вот так вот шатали, шатали с такой вот вообще. Изначально опять везде прямой угол у нас, да? Шатали до предела дошли. Вообще легкое движение такое. Раз туда, и сюда. Чуп. Тоже легкое пищу. Что будет здесь? Так. Ну, с пальцами понятно, да? Значит, мы их... Да, наверное, без носкаши было видно. Мы их вот тут растерли, сухожилия, поднимающие пальцы, и мягенько нажимаем вовнутрь, как на клавиши, на самую первую фалангу. Когда выдергиваем, большой палец загибаем под прямым углом, и относительно вот этой фаланги, выдергиваем вот прямо туда, в длину. Толкнули. Все остальные пальцы там просто загибаем, и как повешено, вот так вот. Там все пропустить. Вот этот, вот этот, все три сустава. И как повешено, выдергиваем вверх. Ну, как бы вот стеклю такое делаем. Да, да, с большим еще раз покажите, если ты не понял самого движения. Подпрем углом, чтобы было видно, вот. Поближе хватаемся рукой вот за эту фалангу. И вот эту фалангу относительно той выдергиваем. Куда выдергиваем? Ну, дергаем куда? Дергаем вдоль фаланги. Вот туда, да? На себе покажу. Вот. Загнули палец вот так, да? И выдергиваем вот туда. А, все ясно. Все, понял. Все, понял. Загнули кость, да? Я уже говорил, да, если мы просто берем вот так вот и толкаем всю ногу. Это там все хрустит и здесь, и здесь, и здесь. А наша цель, если только тарана кость, тогда берем вот за мозги прям вот. Две руки плотно. Здесь большим пальцем пытаемся. И вот, получается, на себя толчок такой. О! Это я делал. Да. Далее, вот то, что мы делали там, можно и здесь тоже проделать то же самое, да? У этой стороны. И эту сторону. Вот здесь. И сюда. И эту строчку. Это вот сюда? так это можно сделать попроще сразу на качание толкнули коленку на себя потом положили ногу на бок и толкнули в разные стороны пятку от себя стопу на себя если не хватает сама дотянуться именно до таран на кости да и и кубовины тогда надо либо подложить какой-нибудь валик валик да так и скрутить именно чтобы пятка висела и стопа висела с обеих сторон через валик если валика нету принц можно через свое колено поставили через бедренную кость вернее вместо того что вы надевали да вместо этого как вы газами ну да прям то же самое так дальше пятка поворачиваем беремся за голень и придерживаем его фиксируем стол пятку сшатали расшатали и толкнули на себя голени будут себя нас вот стены и в другую сторону но на самом деле пятку поставить очень тяжело вот например при вальгусе до заворачиваться нога варус и черну то что привожу сюда пятку уход вовнутрь начали надо сухожилия оттянуть и выдернуть как можно сильнее в сторону берем запятку это не привожу при вальгусе очень показать при варусе берем за пятку и выдерживаем вот в ту сторону видишь подгонами за себя и выдерживаем только резко пятку именно за пятку вот и да и при том и при том случае надо еще вот это растянуть сухожилия архилова например у него какая-то мышца натянута до залит мы пощупали да это она все равно же крепится в пятки так уход назад для этого подсорки отгоняется потыкаем пятку стол и прямо вот слот безгиба рядышком в голень толкаем стол будет немножко болезненно но можно потерпеть это что для чего это пятка выдерживаем вот так вот и сразу опускают ну что здесь но это при натяжении да 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 сюда но еще эффективнее прием если ты погашь нам тут кирпичик голубой ты поднесет наверх туда куда он пятки не до поставил до краешек получается вот она туда съезжает тоже достаточно резко надо ударить вот так ну терпимо вылезет опасно так чуть еще а теперь когда мы брались вот так вот заболе вот я смотрю относительно боли не дарут игольный дежу вниз толкаю а палец вверх так ну со стопами в общем все проработали теперь повторяем